Сейчас покажу, какое социальное жилье в Израиле получают матери-одиночки. Это Пардесхана. И сейчас иду в квартиру двухкомнатную. И эту квартиру дали для матери-одиночки. Ждала она ее где-то год. Так, нам нужен номер. Ну, конечно, дома старые, квартиры тоже. Но зато за нее она будет платить всего лишь 500 шекелей. В месяц, вместо... Сейчас скажу вместо скольки. Вместо двух с половиной, которые она платила за обычную трехкомнатную квартиру. Вот мы зашли в квартиру. Это второй этаж. Вот это получается одна спальня. Дома точно такие же, как напротив. Кондиционера в комнате этой нету. Здесь у нас небольшая кухня. Разумеется, есть газ. И есть технический балкон для стиральной машины. И здесь можно вешать стирку. Дом внутренний. И тут очень близко автобусная остановка. А также много магазинчиков. Туалет с душевой. Видите, все новое после ремонта. То есть сделали полный-полный ремонт. Есть бойлер электрический и солнечный. И вот такая еще гостиная небольшая. Где-то тут, наверное, 60 квадратных метров, не больше. Может, даже 55. Еще одно окошко. И еще один вид во двор. Такой средний домик. Приятная квартира. По правилам социального жилья, вот этого амидарного, по идее, она ее сможет выкупить через 10 лет. Не знаю, надо проверять, но раньше было так, через 10 лет. Но я считаю, что 500 шекелей за таковое социальное жилье, это намного лучше, легче, проще, нежели отдавать половину своей зарплаты за съемную квартиру. Для матери-одиночки с одним ребенком, мне кажется, это более чем достаточно. Если продолжить тему социального жилья, так это острая проблема у нас в Израиле, потому что людей, которые нуждаются в таком жилье, очень большой процент. А строится такого жилья и сдается в эксплуатацию очень-очень много. Тем более, что нового оно почти не строится. А часто амидар и другие организации, вот эти, которые, шикун вебинуй на иврите звучит, они выкупают старые дома под амидар. Поэтому вот дом, который вы видели, он старый. В таких домах выкупают отдельные квартиры, либо выкупают целые дома. Это делает амидар, амигур. У нас в Хадере эта фирма Алуным называется, на Ротшильд находится. Кому положено, это все надо проверять в этих организациях. Если вы репатриант, то это надо проверять в Министерстве абсорбции. Кто входит в список таких людей, кому может полагаться социальное жилье от амидара? Это семьи большие, где больше трех детей и где доход на семью низкий. Также это матери-одиночки, это инвалиды-колясочники, либо же инвалиды, у которых инвалидность выше 70%, 75% по идее. Но это надо проверять, там очень все индивидуально. Это тоже пенсионеры. Но пенсионерам дают социальное жилье, вернее они предпочитают социальное жилье другого плана, которое я называю хостелами. Хостель. А вот такие квартиры, которые потом с возможностью выкупа получают все вот эти слои. Они стоят в очереди, люди стоят годами. Мне этой женщине повезло, потому что она... Ну, не то что повезло, она сделала по-умному, потому что она стояла в очереди и в Хадере, и в Пардесхане. Очередь в Хадере очень длинная была, а вот в Пардесхане очередь дошла быстро до нее. И она где-то год ждала это жилье и даже не ожидала. Вот ей предложили эту квартиру, она ее посмотрела. И, в принципе, ей понравилось, тем более, что квартире сделали абсолютно полностью ремонт, и она решила ее брать. Когда предлагают вот варианты, можно посмотреть два варианта, то есть два раза можно отказаться, и все. Если ты отказываешься еще там больше раз, то уже тогда твоя очередь как-то, я не знаю точно, но она то ли сдвигается, то ли заново тебе надо остановиться. Что касается инвалидов-колясочников, так они могут четыре раза, то есть им могут предложить, они могут отказаться. И инвалидам-колясочникам понятно, что жилье должно соответствовать. То есть это не может быть вот такой старый дом, как я показывала, где ступеньки, лестницы и прочее. Там должны быть пандусы, подход, ну, чтобы инвалид мог туда зайти. В общем, эта тема очень широкая, и если вы живете в Израиле, и вы слабозащищенные насилия, ну, слабозащищенный человек, вам надо просто обращаться в эти организации, проверять, есть ли у вас закоут, то есть право на очередь в таком социальном жилье. Да, оно не идеальное порой, но я считаю, если дают, надо брать и не выделываться, потому что недвижимость в Израиле дорогая. Ну, и, конечно, главный критерий, что у вас не должно быть для того, чтобы получить социальное жилье, это вы должны быть без квартиры, конечно же. У вас не должно быть квартиры в Израиле, ну, да и не в Израиле, по идее.